Вопросы, которые задавали журналисты, касались самых разных тем, начиная от реализации нацпроектов и заканчивая ситуацией в областной детской клинической больнице. По словам прокурора Рязанской области Ивана Панченко, после публикации в СМИ прокуратура проведет там проверку. На некоторые вопросы прокурор области просил ответить заместителей, потому что сам в регионе работает недавно. Его назначили в апреле этого года. Одна из тем – противодействие коррупции. В этом году почти в два раза увеличилось количество выявленных фактов получения взяток. Из 15 преступлений 10 совершены сотрудниками правоохранительных органов, 5 – сотрудниками органов местного самоуправления. Все уголовные дела, которые возбуждаются по фактам получения взяток, они расследуются. Фактов прекращения уголовных дел этой категории у нас не было в области. Из взяток, которые были выявлены в этом году, самая большая сумма составляла 208 тысяч рублей. Самая маленькая, по мелким взяткам, у нас не превышала тысячу рублей. Еще одна тема, о которой спросили журналисты – складирование отходов Турлатова. Напомню, свалка была образована на месте бывших отстойников, представляющих собой огромные бетонные ванны с завода «Химволокно». Они были предназначены для хранения и обработки отходов предприятий. Этот завод прекратил свое существование, а территория промышленной площадки находится в частной собственности. Запретить складирование отходов на ней не получается, потому что собственники постоянно меняются. Мы такие требования выдвигали в суд о запрете размещать. Но я вам уже говорю, что к моменту рассмотрения там и собственник менялся, и арендатор менялся. Мы, конечно, и новым собственникам такие требования предъявляли. Суд удовлетворяет наши требования. Но там появляются новые арендаторы. Понимаете, проблема вот с этим связана. Первая пресс-конференция прокурора области продлилась час на вопросы, которые не успели задать журналисты. Он пообещал ответить в рамках ежедневной работы по взаимодействию со СМИ. Также Иван Панченко обещал стать участником прямых линий, которые так любят проводить в районах и областных газетах. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Продолжение следует...